приветствую всех любителей старой японской аудиотехники наконец-то у нас японский аппарат в ремонте профилактики такой брутальный легендарный sharp gf 700 многие наверное знают или слышали что эта линейка семисотых выпускалась восемьдесят четвертом году или старт с тремя семерками у них произошел вот именно один год если даже сравнить по функциональности они чем-то даже похоже если взять вот эту вот часть верхние да и нижние разделите и поставить вдоль то вот она длина 700 получается плюс добавить еще два динамика снизу вот она как раз три семерки получается то есть это получается что младший брат трех семерок откуда пошли уже потом поколение гораздо старше 9 так далее поэтому этот аппарат очень достойный с 16 динамиками из рисовой белой бумаги правда вот высокочастотники пьезы но это не мешает полноте диапазона тому который воспроизводит эта пара вообще конечно именно вот на этих семисотых аппаратах делались динамики именно вот из рисовой белой бумаги многие скажут что они звучат гораздо приятнее лучше восприятие звукового диапазона ну может быть даже и да потому что на слух нельзя точно определить звучат они достойны хороший объем самих акустических систем немаленькие такие по объему поэтому до звук идет очень приятно есть болезнь конечно у этих динамиков то что с годами на белой бумаге диффузора начинает какие-то ржавые точки появляются динамики на удивление ничем помыть нельзя потому что бумага начинает расслаиваться и многие портят сами диффузоры как вы сами видите аппарат совсем не маленький у меня получилось что занял практически весь стол он нелегкий но он отрабатывает полностью свои характеристики и функции которые ему были заданы японскими инженерами поэтому очень достойный аппарат я считаю что каждый коллекционер имеет своем музее данный аппарат тем более аппарат выпускался в пяти модификациях цветовых но там есть небольшие отличия то есть здесь вот на этой консоли была еще одна кнопка это долги не во всех конечно аппаратах есть она были аппараты для азиатского отдельно рынка отдельно европейского какие были отличия по цвету ну самый дорогой 285 долларов в свое время стоило это красный после него идет золотой gold тут стоил 280 долларов а вот были еще вот такие серые и черные да они где-то по 275 долларов деньги не маленькие на то время тогда многие хотели такой аппарат иметь тем более громкость которую он выдавал можно устроить в домашней дискотеке частоты тоже потрясали тем более двухкассетник с эквалайзером да с перемоткой до пяти пауз шикарный аппарат значит по функциональности давайте пройдемся ну сверху видно что шкала до тюнера на четыре диапазона и св св-1 амфм ручка настройки тюнинга плюс файн тюнинг это для точной настройки на коротких волнах световой индикатор уровня громкости и фэм стерео и питание следующий идет дека 1 металл хром нормал дека два металл хром уже отдельно и нормал дальше идет скорость можно переписывать нормальной скорости повышенной скорости то есть можно переписывать закинать деки уже на ускоренные записи значит микрофон включен выключен то есть под него сделано значит отдельные микшера громкости то есть регулятор громкости и здесь сделано на два микрофона входа на джек 663 кажется ночью под большие микрофоны но вы знаете что японцы любит попеть иногда они делали радио микрофоны которые настроились на fm какой-то диапазон либо значит напрямую подключаюсь монтофон дальше значит функциональность радио тайп и line то есть сзади есть вход просто аудио вход aux как все называют либо значит вход переключатель на фонокорректор поэтому к нему можно было подключить проигрывать или слушать прекрасно виниловые пластины я пробовал подключать винил проигрыватель очень хорошо отрабатывает фонокорректор хороший звук давит эти все шуршание которые обычно прослушиваются при воспроизведении виниловых пластинок так дальше пошли и фэм моды то есть монастерео рэк муты ну вот они иногда делали такие рукой выдерживать пауза наверное специально и значит здесь сброс и очистка по паузам то есть сколько пауза вам нужно пропустить до 5 либо значит сбросить это все микширование микрофона баланс и громкость питание power счетчик эквалайзер частоты начинается 100 герц и самый высокий 10 килогерц ну и управление кассет управление здесь софта ческая кинематика здесь очень надежная в основном вылетают только пасеки и здесь 21 идет основной на подман подматывающий на тонвал завязан и один идет на автостоп кстати вот на этом кассетники на первом полетел как раз короткий пасек и постоянно сработает автостоп но сейчас не буду включать кассеты я просто расскажу что с ним так на этом значит кассетники все работает только единственно что здесь повышенная скорость но это тоже все лечится также болезни у нас с тюнером есть на у нас идет шуршики как называют связи с тем что он долго стоял окислятся контакты на переменном конденсаторе и получается что вместо того чтобы настроить снова идет шуршание кроме того пропадать контакты поэтому плохо принимает на станцию кроме того здесь сдвинулась шкала на где-то 2 мегагерца поэтому придется подстроить это принципе по болезням также хочу сказать по болезням этого аппарата именно семисотых вот эти вот части у них хромированы но хром настолько слабый что достаточно протереть там спиртиком или диколончиком до что некоторым сейчас заблестить час спиртиком про то то есть слезает полностью слезает даже от моющих средств то есть здесь только протирка обычной тряпкой но вот здесь с стороны как раз видно кто-то поэкспериментировал и там хром слез лечится я видел что экспериментировать таким способом чтобы наклеивает сюда наклейки хромированные на их сейчас можно найти интернете то есть прям вырезает целиком такой прямоугольничка и вклеивают и даже не отличить что это наклейки здесь хром очень великолепно состоянии всегда потому что это пластмасса и очень хорошо захраня рожочки тоже значит держит хром бывает что хром слазит с клавиш это я такое замечал на этом все нормально аппарате да и вот качество покраски у самих значит аппаратов у серых очень страдает слабое прям буквально напыление легкая встречал аппарата у которых значит возле ручки громкость прям полностью съеденная краска либо значит на кассетниках когда значит их открывают либо закрывает здесь тоже съедены но здесь нормально здесь единственно что сверху есть небольшие потертости я думаю что их также стерли с помощью того же самой спиртика и деколончика растворить внешний аппарат полностью весь целый за исключением таких вот небольших потертости которые учесть его возраста 35 лет это большой срок за это время видно что дискотеки с ним устраивали целом он рабочий нужно будет провести профилактику опять будет строим из этих моделей также хочу добавить самые редкие самые ценные но они принципе все но особо выделяется это вот красного цвета и золотой что удивительно они не полностью были покрашены как обычно вместе со всем корпусом одним цветом у них красились только панели передние что у колонок что значит у самого магнитофона остальная часть вот сам корпус на задняя часть она либо значит такого светлого цвета либо черный вот и все то есть у красного и у золотого задняя часть черные крышки тоже черные то есть получается что красным только но зато у красного это красный пластмасса не крашен золотого да она покрашена золотистым цветом таким приятным говорят что ну как байк ходит золотистый цвет шейхи заказывали себе то есть азиатский вариант туда все отправлялись любят они все золотой унитазы золотые там машин золотые почему бы 700 и золотой не по иметь хотя там золото не знаю никакой наверно просто желтоватая желтоватый металль еще также были отличий что вот здесь светлая часть были полностью серые такого же цвета могли карманы поставить черные то есть они как-то отыграли с цветами если взять основных цветов принципе выпускалась 5 это значит красный золотой серебряный серым серый и черный то могли значит еще полутона быть там карманами и кстати вот здесь вот регуляторы эквалайзера хромированные а там могли просто быть то есть здесь они играли с ним как хотели и в сзади также значит подключение колонок а могло быть через джек сделал либо значит 21 то есть это как обычно старые европейские . тиреющих назвали аппарат достойный сейчас мы его вскроем помоем почистим сможем заменим пасеки подстроим тюнер и дадим ему это вторую жизнь тем более хозяин на него уже определился 27 сотых мне не нужно принципе я не коллекционер у меня есть такой же значит золотой но золотой наверное я никому не отдам потому что мне нравится звучание 700 ну все поехали так 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 смотрите открываем японский монтеофон и чего читаем сделано в СССР великий мастер здесь покопался японский монтеофон и чего читаем сделано в СССР заставку так так напишем то это так направим до так так и н мне очень не понравилось значит здесь вот разъемчик один этого мастера сейчас я вам покажу это вот когда я первую деку снимаю это вот так вот у нас подпаивает провода видом пытался снять этот разъем отсоединить и вырвал проводочки это как раз идет на головку супер супер я восхищен такими вот товарищами которые умеют так делать у меня слов русских сразу слова русские забываются и я не буду на камеру говорить вот такая вот грязь вряд ли она за недавнее время образовалась человек видно чинил потому что вот видно что где-то с панели со шкалы тюнера была снята грязь но зато жирные пальцы они прямо по всей шкале ладно не будем о грустном будем делать смотрите вот такой трансформатор значит стоял и у меня есть точно такой же трансформатор для 700 но ну полностью все исправный что поэтому хочу сказать здесь стоит трансформатор твк 110 он выдает 13 вольт но мощности у него всего лишь 10 ватт 0 8 ампер он выдает учитывая что у нас 50 ваттный сам аппарат конечно будет греться и кроме того он очень сильно будет поэтому я ставлю родной хоть ему такой вид немножко ржавенький сейчас почистим зато он будет полностью работать как надо что смотрим дальше итак добрался я до лента протяжки которые у нас срабатывал автостоп ну такая же ерунда сюда залезли намазали непонятно как он там маслом ночью короче сейчас сами посмотрите смотрите вот качельки которые здесь они еле-еле ходят она мазана и вот это вот шестерен очка видны шестерен очка она практически не крутится как будто и демпферное маслом намазали я пытаюсь зубочисткой сдвинуть зубочистка гнется а должно все вращаться совершенно легко ну и то же самое в общем здесь намазано если не получится у меня смыть эту смазку сейчас я сниму эти качели у меня есть донор в принципе донор нам поможет кроме того значит состояние головки здесь уже такое граневое попробую сказать граневое ну и ролик тоже уже такой блестящий ближе к каменному все это поменяем на 2 деке головка принципе таком состоянии и ролик немножко получше и так вскрыл я лента протяг так вот он выглядит но выяснился еще одна беда дело в том что у микрика риска чего вот такая пружинка микрики стоят на отдельное платье здесь вот сейчас вот скрою покажу на это платье нужно отдельно выкрутить и посмотреть в каком состоянии микрик микрик у нас включает как раз работу усилителя ну вот он рассыпанный микрик как видите нету язычка не знаю даже где он пытаясь найти если нет тогда значит будем менять заменил вот микрик вот так он должен выглядеть то есть вот этот язычок он как раз вот на него нажимает и срабатывают контакты вот этого как раз язычка и не было думаю что теперь все будет хорошо ну и поменяю сейчас тот узел качелей который работает на перемотку и буду собирать так починил я это клинтопротяжный механизм давайте проверим теперь как он работает это наполнить это ремонта сюда включается автостоп потому что мира у нее не крыльца без кассеты подматывающий ролик и в эту сторону поменял прижимая ролик идлер на этом подматывающему валу и поменял пасек также на автостоп в принципе головку поменял в принципе все работы по этой лентопротяжки закончены хотелось бы у он Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Готов аппарат к дальнейшему эксплуатированному полноценному Все удалось сделать, что планировалось Давайте по кассетной части начнем Конечно достала первая дека, лентопротяжный механизм Но давайте сначала скажу, что в него лазил специалист, как я всегда говорю, со 100-ваттным паяльником Вот он там натворил дело Было все залито непонятной какой-то смазкой Больше похоже даже на демпферное Это ни в коем случае нельзя применять для смазки лентопротяжных механизмов Она никак не хотела работать до последнего Я там поменял практически все То есть поменял Идлер Пасек, который стоял на автостопе Он был очень тонкий и не того размера Он растянутый Диаметр не тот И поэтому автостоп не срабатывал Поменял также качели на перемотку Дальше поменял ведущий полностью ролик, который мотает кассету Потом поменял микрик Я так понял, что он давно уже развалился И он дошел, наверное, до этого момента и все бросил Единственное, там оставалась пружинка Все равно последствия этой смазки еще чувствуется Самое главное, что смыть ее очень тяжело Бензин-калоша не растворяет почему-то ее Вот даже если взять выброс, он все равно со щелчком То есть вот этот шток, который держит, нажимает на открытие Он тоже был залит полностью Еле его, конечно, там тоже, ну не до конца промыл Но все равно усилие такое Если на эту деку нажать, да То есть она как-то вот прям плавненько Так, нажатию срабатывал автостоп на play Оказывается, он тоже там залил эту смазку И поэтому не фиксировалась клавиша play При нажатии Все равно есть еще последствия такие То есть если подольше подержать, она зафиксируется И в принципе и кассета играет И автостоп все срабатывает, когда кассета заканчивается Дальше, значит, у обоих дек настроил скорость Юстировку головок Поменял, значит, на этой же деке ролик прижимной У обоих головки поменял Это вот что касаемо Ну и естественно, добавил демпфирующий механизм Который откидывает кассеты Теперь плавненько открывается Обе деки Все как по заводскому Это что касаемо дек Также в этой деке я показывал разъем Который в плату от самой деки идет Там тоже с туатным паяльничком Товарищ поработал Ее невозможно было этот разъем Отсоединить от платы В общем, короче, поменял полностью весь разъем Теперь все по заводскому там стоит Дальше, значит Ну, регуляторы, понятно, значит Все почистил Теперь ничего не шуршит По радио У нас на 2 МГц Убегала шкала Сейчас все на месте стоит По колонкам ничего не делал Они чистые, без точек Хорошо работают Единственное, сверху, значит Немножко я их протер Дальше, значит Единственное, что не удалось сделать Это Это Клавиша FM моды Да, то есть Она включает режим моно и стерео То есть в отжатом положении она стерео На жатом моно Опять же, туда же влез Этот человек Сам шток этого выключателя Он наподобие P2K Ну, только мини Такой маленький На 6 ножек У него был сломан шток Видно Он не снял Эти кнопки Либо, значит Когда Ремонтировал Лучше, наверное Слово сказать Валтузил Платы И, наверное Обломал шток И он, опять же Там По горячему Хотел это все Склеить Короче говоря Он и не работал до этого Я отпаял Хотел переставить На RackMute Потому что Этот переключатель работает Но после того Как отпаял Я понял Что Если я сейчас Отпаяю этот То тогда Значит Вообще Две клавиши Будут неисправны Потому что Они такие Одноразовые Очень маленькие Как я не пытался Значит Что-то сделать Ну, в общем Пришлось зафиксировать Режим стерео Ну, я думаю Что вряд ли Кто будет слушать Его FM на Моно Ну, хотя Бывают случаи Когда, значит Включают режим Моно Когда слабый сигнал Выключают Шипение И Звук Довольно-таки Чистый Идет Значит По этим Функциональным Клавишам Ничего не делал По Эквалайзеру Там тоже Все нормально Там прям Чувствуется Что Еще такая Демпферная Смазочка Еще есть Присутствует Чистенькая Работа Не шуршат Антенна Значит Я поменял Там стоял Вообще Какой-то Каратыш Родные Антенны Очень редко Семисотами Приходят В исправном Состоянии Обычно Они все Поломаны У меня Было Несколько Штук Но Уже Закончились Я поставил Антенну На 30 Сантиметров Поставил На 25 Но Если Новому Хозяину Она будет По душе То оставим Если нет Я В принципе Заказал Еще Десяточка Таких Антенн Это поменяем Это не проблема Это уже Не надо Вовнутри Лезть Ну В принципе Наверное Все Работает Великолепно Оба кармана Сейчас Играют Ровно Чисто Прям Друг от друга Не отличаются Ничем Сейчас Буквально Перед съемкой Слушал Концерт Один Живой На Кассете Ну Прямо Концерт Где-то Итого же Времени Где-то В середине Восьмидесятых Годов Полтора Часа С удовольствием Прямо Зарядился Звук Великолепный Что касаемо Опять же По звуку Да Вот Семисот И Наверное Это все-таки Рисовая бумага Сказывается На Динамиков У него Специфичный Звук Он Чистый Приятный Но Я скажу Что он Больше Наверное Рассчитан Под Японского Слушателя Потому Что низкие Частоты Он Воспроизводит Но Как-то Их Поддавливает А когда Эквалайзером Немножко Поддаешь То Тогда Начинает Захлебываться Я уже говорил Неоднократно Что Диапазон Восприятия Звука У японцев И европейцев Немножко Отличается Японцы Больше Любят Средневысокие А Европейцы Больше Наверное Полноценный Диапазон Чтобы Все И Бас В груди Колебал И Что Высокие По ушам Резало Так Вот Любимые Поэтому Зачастую У всех Галочкой Эквалайзеры Стоят Это Придавливая Немножко Средние Частоты И Добавляя Низов С высокими Что Так Полноценно Слушать Но Такое Восприятие Диапазон Звука У нас Ну В принципе Давайте Сейчас Послушаем Что У нас Получилось Да Еще Забыл Сказать Что Заменил Трансформатор Который Стоял Сделан В СССР Десятиваттный Поставил Родной Оригинальный Именно От 700 Донора Не гудит Вообще Не греется То есть Работает Как раз В своем Режиме Ну А тот При включении Было Прямо Случно Как он Гудит Гул Стоял По всему Так Радио Накралось Тебя Тысяч Раз Это Чувство Прошло Сквозь Нас Субтитры делал DimaTorzok 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 Это первая дека ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушал мои деки, как раз... Ну, пленка, видно, старая, надо протереть головку, видно, немножко подкакалась. Потому что, на самом деле, оби деки одинаково играют без различий, без силы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, в принципе, вот такой мастерман получился. Кому понравилось, ставьте лайки. Пишите комментарии, как вам понравился этот аппарат. Не забывайте подписываться, ждите новых видео. Всем пока, до новых видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА